Дедушка, 86 лет, взял и развелся с бабкой. У них там трое детей, внуки, все ошалели. Все ошалели, он говорит, да она хоть в старости, поживу без нее, она меня задолбала, эта бабуля. Я с ней прожил, вот кто-то говорит, ну 60 лет жили вместе, да и проживем, да. А этот дед говорит, да пошла в жопу, я ее всю жизнь терпел, да не хочу, я хоть в старости покайфую. И теперь все в шоке, бабка ноет, бабка ноет, потому что туда же там в 60 лет, в 65, она уже считает, точно никакого деда другого не найдет. Она говорит, дед съехал крышей, дед не хочет больше терпеть, а дед говорит, коммунизма нет, не заставляют больше. А я был придурок, придурок, что продолжал терпеть и сидеть. А меня уже из коммунистов не попрут, партия меня не накажет, с работы меня не уволят за то, что я эту бабку бросил. Но, говорит, ее сконудение, нытье и вот это вот, надоело. Буду жить хоть на старости, бля, по кайфу. Прикиньте, дед какой крутой, я говорю, блин, вообще крутых, прям вообще крутяк. Я таких людей просто на пьедестал и им аплодисменты. Я сразу, знаете, на колени и вот так вот. Перед такими людьми, которые в большом возрасте, достаточно серьезном, готовы вот так вот брать и говорить, а я понял, что я этого хочу. И они не просто говорят хочу, а они идут в деланье, они идут в хотенье, в реализацию своих хотелок. Вот это круть. Вы представляете, как деда там все просто-напросто уже душило, уже так конкретно душило. Давайте, если ей верить, деду 86 лет и явно он ушел не к любовнице, не за путешествием, не для того, чтобы ходить с друзьями в бар, да. А дед ушел в тишину, в покой, в таком возрасте, где тебе уже действительно нужно подавать стакан воды, он решился на такой поступок. Как нужно было достать за все эти годы своего деда этой бабки, это только можно себе представлять.